Верим ли мы традициям коммунизма и профессионализма, кстати? Что понятия не совместимы? Да нет, совместимы. Тогда, с 68-го года, все было хорошо в нашей стране. Сейчас, сейчас ничего хорошего во всем мире. И поэтому даже капиталистические страны переходят к коммунистическим принципам. К примеру, национализации банков. Почему я затронул тему профессионализма и те самые старые принципы? Потому что, ну, допустим, в старое время приятно было ходить в гости. Я сегодня вас приглашу в гости к себе домой практически. Почему мы говорим про профессионализм? Потому что профессионалов осталось мало. На телевидении их считанные единицы. Пожалуй, только Андрей Хиловский. Потом руководство телекомпании «Терра» и все. И даже самых лучших операторов отправили на заслуженный отдых. Только вот кто учить будет. Ну ладно, сегодня не об этом. Сегодня о том, что сохранилось. Что сохранилось здесь, в кафе «Пятый Ленинский». Здесь сохранились те лучшие традиции приготовления пищи в общепите. От открытого, тогда еще не было, открытого акционерного общества. Тогда еще был ММК. Магнитогорский металлургический комбинат имени Ленина. Причем тут профессионализм и опыт. Дозависимость прямая. Если человек на протяжении десятилетий готовил вкусно и грамотно, то искусство не потеряешь. Именно здесь культивируется это искусство. Готовить качественно и одновременно недорого. Свой и традиционный тест я вам продемонстрирую чуть позже. Но скажу, что первоначально меня сюда привлек тот самый знакомый вкус столовой городской администрации. До того, как она стала подразделением не самой вкусной меркорпорации. Слава Богу, не затронувшей школы. Помним ли мы время, когда можно было в лучшей столовой города Магнитогорска поесть и без изжоги, и вкусную пищу? Да, можно было. А сейчас где это можно сделать? Ну, в данный момент, наверное, у нас. То есть те технологии того хорошего общепита, дело в том, что у меня и бабушка работала в общепите, они сейчас сохранились? В этом предприятии стараюсь, чтобы прививать молодым специалистам вот именно ту технологию приготовления, когда была раньше. Те вот навыки все свои, которые я помню, передаю опыт своим. Ну, давайте мы можем похвалиться, кого вы кормили. Ой, я работала в основном в управлении общественного питания, а потом работала руководителем предприятий. В таких, как в Ситна, на Горгазе я работала. Вот, теперь в Калибре я работала, кормили аэропорт и людей, которые там в кафе. А если отмотав лет 30 назад? А, лет 30 назад я работала в комбинате ресторанов и кафе технологом. То есть, ну, лица там были совсем известные, да? Да, да. И начинала я с общественного питания на комбинате. Я по направлению приехала на комбинат. То есть, Рамазана вы тоже кормили? Не Рамазана я кормила, а Галкина. Что меня особо греет, так это то, что этот человек был тесно знаком с моей бабушкой. Человеком волевым и строгим, вырастившим двоих детей, ну и меня, естественно. Человеком, регулярно проверяющим столовые ММК и общежития ММК. Тогда и в то время на обед все ходили по графику. А сейчас? Правильно. По вкусу и кошельку. Так вот, вкус здесь отменный, а кошелек не худеет. Но грамотно питаясь и питаясь полноценно, худеть с этим кафе по технологии от доктора Барменталя можно. Ну, если кто-то еще не понял, так вот довожу до вашего сведения, что я люблю готовить и умею это делать. Прекрасно умею делать я бешбармак, шашлык, разумеется, пуху могу сварить, пельмени слепить, кстати, тоже. Чего я не могу, но пироги как-то не получалось, хотя торты выходили. И все это пришло откуда? И с того самого времени, когда моя бабушка Наталья Ефимовна, Малак, работала старшим товароведом общепитая ММК. Вот такая у меня история. И поэтому я знаю, что ело руководство ММК в период с начала моего рождения, то есть с 1973 года, по 1984 год. Так вот, то же самое попробуем сегодня поесть здесь, в кафе 5-й Ленинский. Итак, ну так вот, я сейчас худею вместе с центром доктора Барменталь, поэтому выбираю для себя исключительно пищу, богатую белком. И в которой отсутствует жир, кстати. Эта пища всегда здесь, всегда свежая. Посмотрите, где еще сейчас в каком-нибудь пункте питания, скажем так, есть заливной язык. Вы, конечно, можете его приготовить. Знаете, сколько заливной язык вам обойдется? Давно не было на базаре. Вот тогда, когда был последний раз, скажу честно, это диетическая пища. Ну, во-первых, только на заказ. А здесь в наличии и есть постоянно. Со вкусным зеленым горошком. Кроме всего прочего, доктор Барменталь научил меня плавно передавать вкус продукта. Так вот, вкус продукта передаю. Нежная, ароматная, чуть-чуть со сластинкой телятина, которая тает на языке. Ну, это, собственно говоря, язык есть. Минимум калорий. И это заливное. Хотите вы попробовать вкусную селедку местного приготовления? Так вот, здесь выбирают специальную норвежскую сельдь и своя технология засолки. И вот она с лучком. И опять передает вкус. Если еще добавить оливку и лимончик. Даже те, кто любит рыбу, а потом думает, что от вас будет пахнуть луком, рыбой, то ничего не будет. Потому что грамотно собрана оливка, лимон и рыбка. Селедочка. Очень вкусно. Рекомендую. Это я делаю каждый день. Но кто сейчас в начале апреля может похвастаться окрошкой. И не надо так слюнки пускать. Вы, даже те, кто в Доме Советов. Кстати, про Дом Советов. Когда только открылся этот пункт общественного питания. Я называю его по-старому все-таки. Я понял, что что-то мне он напоминает. Так вот. На телевидение я пришел в 95-м году. И в Доме Советов на втором этаже была прекрасная столовая. Там готовили, кстати, эти повара. Только там был еще один такой интересный зеркальный зал. Доступ туда имел только мой старший товарищ Андрей Хивовский. Ну и, соответственно, кое-кто из руководства города. Так вот сейчас, ну не в зеркальном зале, а здесь, на Ленина 5, вы можете, во-первых, недорого, во-вторых, очень вкусно в начале апреля, в середине мая, да все лето, поесть настоящую окрошку. И, собственно, приготовлено квадро. Обалдеть! Неоприсуемо. Салу готовить, времени нет. И зачем это делать, когда моя квартира буквально в 150 метрах соли, специи по вкусу, швежая горчица на заказ. Теперь надо оду спеть одному коллективу индейского танца, в течение восточного танца, по названию Амрита, руководит моя жена. Камеру она тоже сейчас держит. Так вот, из семейного опыта скажу. В приготовлении борща она меня переплюнула. Но, соответственно, поскольку она меня переплюнула, она же является и знатоком борща. Никак она не хочет идти в кадр, хотя человек, в общем, симпатичный, приходится мне отдуваться. Так вот, борщ здесь на уровне приготовления, а иногда и по заслугам лучше, чем это делает моя супруга. Но даже такие, казалось бы, обыденные блюда здесь немножко варьируются, потому что борщ бывает не только традиционный украинский. Сюда иногда добавляют еще и фасоль, и тогда это становится еще вкуснее. С детства ненавидел, знаете что? С детства ненавидел я гречку. Спасибо большое. Но вот то, как ее здесь готовят, гречку рассыпчатую, да еще и с грибочками, да еще и с печенью построгановски. И после этого я полюбил гречку. Так вот, гречневая каша, это не только продукт, который выводит радиацию, это еще и очень вкусно, если умело приготовлено. а здесь, как я уже сказал, готовить умеют. И последний, скажем так, вилк. Гречку надо именно готовить с грибами. С моей точки зрения. Потому что в том продукте, в котором отсутствует, допустим, изначально и соль, и мягкость, грибы продают вот это ощущение. А печенку, кстати, печенку в детстве тоже не любил. Полюбил здесь, в Ленинском 5. Внимательные и дотошные зрители наверняка заметили, что профиль действия телевизионного плавно от автомобилей переместился на все объекты повседневной жизни Магнитогорска. Невнимательным зрителям скажу, 14-летний опыт работы в ТВ и не в кадре и учась у лучших позволяет мне это сделать. Возможно, иногда не хуже Нелли Смирновой и Андрея Хиловского. Последний, кстати, здесь тоже частый гость. Но в традициях Магнитогорского корпункта Челябинского телевидения была возможность выбирать лучших И я лично этим традициям следую. И вот лично моя оценка блюд, персонала, бара и стиля и времени работы этого кафе. Оценка отлично. Рано или поздно начинаешь понимать, что лучше лишний рубль заработать, чем лишнее время потратить и в том числе и у плиты. Рано или поздно мы начинаем понимать, что есть место, где делают кое-что круче, чем ты бы смог это сделать. Где ты можешь не потратить большое количество денег. И вот здесь я уже прописался. Здесь вы можете меня увидеть и здесь вас ждут в кафе Ленинский 5, что расположено прямо рядышком с вокзалом.